Всем привет! Я заболела в экологии 4 стадии. Сильно очень похудела, не могу работать, самостоятельно передвигаться, поэтому прошу помощь. Иногда бывают ситуации, которые выглядят совершенно безвыходными, но всегда нужно надеяться, что выход есть и обязательно искать все возможные варианты. Нине 29. У нее двое прекрасных деток. Была работа, планы на будущее. Ракотня у нее все. В 2023-м Нине поставили диагноз «рак» 4 стадия нейроэндокринной карциномы со множественными метастазами в печень, легкие, поясничный отдел позвоночника. В Казахстане врачи не берутся за ее лечение. Уже полгода Нина на тормодоле. У нее тяжелая кохексия. Она измучена, истощена и уже ни на что не надеялась. Болезнь давала о себе знать и раньше. Год назад Нина уже обращалась в больницу с этими же болями. Но в стационаре ее пролечили от воспаления в почке и кисты, поставили сопутствующий диагноз «анорексия» и выписали домой. Рак напомнил о себе через год. Резко и агрессивно, теми же сильными болями в районе живота. В этот раз, после многочисленных платных обследований, Нине озвучили реальный диагноз. Рак неоперабельный, без вариантов лечения, кроме поддерживающей терапии. Нина стала слабеть очень быстро. Началась резкая потеря веса, сильные боли. Она потеряла работу. С мужем они разошлись еще до болезни. Работать Нина больше не могла. Из доходов осталась только маленькая пенсия по инвалидности. И с помощью забота мамы и подруг, которые приходили помогать по хозяйству. Лекарств нужно было принимать много. Жилье съемное. Нина оказалась в больших долгах, с заблокированной картой. Квартиру оплачивать было нечем, коммунальные услуги тоже. За долги семье отключили свет. Она осталась одна и в темноте. К счастью, нашлись волонтеры, которые объявили сбор и помогли ей оплатить все счета. Стало легче, но не физически. Болезнь упорно прогрессирует и отнимает последние силы и надежду. Но в ее жизни вновь появились добрые люди, которые помогли ей найти врачей в Китае, которые предложили вариант применения интервенционной артериальной перфузии или таргетной терапии с учетом обеспечения безопасности пациента. Нина понимает все риски, но она очень хочет жить. Снова почувствовать себя хоть немного легче. Снова уделять внимание детям и строить планы на будущее. Ваша помощь и поддержка будет для Нины самым эффективным лекарством. Она очень верит в этот шанс.